Это случилось в безмятежной 70-е. Парни, старец, союз! Чудовищные взрывы в московском метро и на столичных улицах. Вся сила взрыва ушла в небо. Приказ Андропова найти и обезвредить. Следствие ведет могущественный КГБ. Розыск как можно было организовать? Никаких других же следов не было. Кто развязал войну против мирных граждан? Я так глянула, народ прям появится кучей. Впервые на российском телевидении подлинные улики громкого дела. 30 лет они пролежали в закрытом архиве. В распоряжении следствия была вот такая минутная стрелка от часов. Серия взрывов столицы СССР и террористы эпохи застоя в документальном сериале «Советствие вели» с Леонидом Каневским. Тогда не было более безопасного места в столице. ЧП союзного масштаба. Современная версия. Смотрите прямо сейчас. На этот раз только документы и только факты. Субтитры создавал DimaTorzok Не мешает у меня жизни. Самое громкое преступление Советской эпохи. В 70-е советские люди мало что знали о терроре. Его страшные последствия можно было увидеть лишь на телеэкране. Сегодня международный панорамик. Здравствуйте, товарищи. Сложная политическая обстановка сохранялась на этой неделе во многих районах земного шара. Все вокзальные часы города Болонии остановились 2 августа в тот момент, когда произошел взрыв огромной силы, унесшей более 80 жизней. Никогда еще в Италии не совершалось столь жестокого, бесчеловечного преступления. Там далеко рвались бомбы, гибли мирные люди. Никому и в голову не могло прийти, что подобное может произойти в стране победившего социализма. Но в январе 77-го случилось невероятное. Страна содрогнулась от боли и ужаса. Московское метро. Первый поезд прошел по участку у Сокольника годный ряд в 31-м году. Еще недавно по новой трассе московского метро прошел первый пробный поезд. Во времена Великой Отечественной войны метро стало бомбоубежищем. Тогда не было более безопасного места в столице. Московское метро самое удобное, самое красивое, самое чистое. Дворцы из мрамора и гранита, скульптуры, мозаика, настенная роспись. Это просто музей. И двери открываются перед каждым. Столы это все, пятачок, красота. Но наступил день, и рай превратился в ад. 8 января 77-го года, суббота. Время зимних школьных каникул, новогодних елок. В метро среди пассажиров много мам и бабушек с детьми. В 17 часов 31 минуту на станции Измайловска остановился поезд из центра. Осталось нам. Двери закрываются. Следующая станция Первомайская. Через две минуты рождался страшный взрыв. До Первомайской поезд еле дополз. Живыми добрались не все. Двери закрываются. 8 января 77-го года. Москва. На открытом перегоне между станциями Измайловска и Первомайская гремит взрыв. Поврежденный поезд не останавливается, а входит в туннель. Владимир Дмитриев, машинист поезда, следующего за подорванным составом, слышит грохот и видит впереди дым. Смотри, поезд стоит, что-то там. Люди, говорят, так ходят, не ходят. А Владимир Дмитриев, машинист поезда, свидетель. Я в вагон убежал, а у меня ноги обратно. Это вот такой слой крови, разбросанные вещи. Люди покалечены. В третьем вагоне, где прогремел взрыв, кромешный ад. Ребенок, лет, наверное, 12-13, ну, на лыжах, в черном костюме тренировочном. Вот так вот, весь изрешечен. Женщина, которая махала кровавым, красным-маленым, такое панто. Смотреть на это было страшно. Молодой беременной женщиной шквалом осколков отсекло ноги чуть ниже колен. Девочка, школьница младших классов, потеряла глаз. Мальчишка, приехавший в Москву на кремлевскую елку, умер на руках у родного брата. В тот момент еще никто не понимает. В московском метро произошел самый настоящий теракт. При Сталине денег на метро не жалели. Каждая станция была произведением искусства. Но уже при Хрущеве темпы строительства новых веток резко снизились. Но некоторые станции просто вывели на поверхность. Так дешевле. Именно этот факт, как ни странно, сыграл положительную роль в истории первого теракта в московском метро. Взрыв произошел на участке, где поезда идут по поверхности. Взрывная волна разбила стекла вагона и ушла в открытые полосы. В туннеле жертв было бы гораздо больше. Итог теракта в метро. Семеро убитых и 37 раненых. Председатель комитета госбезопасности Андропов в этот вечер работает в кабинете на Лубянке. Ему докладывают о трагедии спустя считанные минуты. Он сразу же заявил о том, что это политическая акция, диверсия, террор. Яков Акхузин. В 77-м году руководитель отдела по всесоюзному розыску особо опасных преступников комитета государственной безопасности при совете министров СССР. Леонид Ильич Брежнев пребывает в Завидово на охоте. Он бросает любимое развлечение и срочно выезжает в Кремль. Вся система комитета государственной безопасности и министерства внутренних дел была просто поставлена на уши и работала на каком-то этапе практически в круглосуточном режиме. Александр Михайлов. В 77-м году оперуполномоченный Московского управления КГБ при совете министров СССР. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии остановлено. Патрульные службы проверяют документы на выходе из метро. Блокируется свободный выезд по автотрассам из Москвы. На железнодорожных вокзалах и в аэропортах досмотр багажа, задержание подозрительных лиц. Работники метрополитена организуют эвакуацию людей со станции Первомайская. Удается избежать паники, давки, а следовательно новых жертв. Ну, вышли, а там, я так глянула, народ прям валяется кучей, кучей. Да, просто, что-то жуткое. Кажется, с момента взрыва пролетела целая вечность. Столько горя и ужаса успели пережить люди. Трудно поверить, но на часах 18.05 прошло всего 32 минуты. В этот момент в Москве гремит второй взрыв. Рядом со зданием КГБ на Лубянке. Бомба оставлена в гастрономии на улице 25-летия Октября. В Москве становится все больше специализированных магазинов. Спутник. Так называется гастрономический магазин, открывшийся недавно на Ленинском проспекте столицы. Магазины 70-х. Самообслуживание прижилось не везде. Нельзя оставлять покупателя наедине с продуктами и с товарами народного потребления. На всех может не хватить. Продавец – реальная четвертая власть периода развитого социализма. Только он может, глядя поверх голов, бросить на прилавок кусок колбасы и процедить следующий. Его услышат, его поймут, ему простят. Прилавок, словно линия фронта, отделяет покупателя от продавца. Сооружение серьезное, из толстого металла со встроенной холодильной установкой. Следующее. В злополучном гастрономе номер 15 был именно такой прилавок. Преступник оставил бомбу под ним. Осколки вошли, как ножи в масло, в металл. Продавец не получил ни царапины. Несколько человек были легко ранены. Серьезно, никто не пострадал. Проходит еще 7 минут. Третий взрыв, но теперь уже намного ближе к Красной площади. Бомба была заложена в мусорную урну прямо напротив историко-архивного института. Мусорная урна. Не самая красивая деталь в убранстве города. В 70-х советские специалисты начинают выпуск нового поколения мусоросборников. На городских улицах появляются урны в форме пингвинов широко раскрытыми клювами. Это еще и наглядная агитация. Родители учат детей Отдай конфетный фантик птичкам. Не бросай мусор на улице. А в центре Москвы урны представляют собой вот такие монументальные сооружения. А прокинуть их хулиганам не по силам. Мало кто знает, эти урны делает для столицы оборонка. Материал невероятно прочный и не ржавеет. Внешний вид напоминает пушку с обрезанным стволом, направленным в небо. Поистину, страна, способная серийно выпускать подобные вещи, непобедима. Массивная урна, в которую заложили взрывное устройство, спасла случайных прохожих. Вся сила взрыва ушла в небо. Серьезно, никто не пострадал. Вечером Брежнев собирает в Кремле руководство КГБ, МВД и армии. Задача формулируется максимально жестко. Найти и обезвредить. Дело получает кодовое название «Взрывники». Вести его поручено Комитету госбезопасности. Поиск и изучение вещественных доказательств идет круглые сутки. На улицу 25-летия октября пригоняют три походные солдатские кухни. Военная техника у стен Кремля. Это вызывает беспокойство москвичей. На вопрос, что происходит, солдаты в оцеплении дают заученный ответ. Снимается кино, но прохожие не верят. Походным кухням постоянно подносят что-то в ведрах и забрасывают в котлы. Но запаха нет. Еду не готовят. В котлах растопили весь снег с крыш ближайших домов и все сугробы в радиусе 50 метров от места взрыва. Усилия были потрачены не зря. Удалось найти минутную стрелку от часов. Очень важную деталь. Вещественные доказательства искали не только на месте взрыва. Странная вещь была извлечена судебными медиками метро. Специалисты определили, это была чугунная ручка. Из него медики вытащили порядка 200 осколков из одного. Андрей Быков. В 1977 году сотрудник отдела по созданию спецтехники Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Ну, проще, как он сидел осколками, так и был нарисован на стене. То, что в него попало чистое, а то, что мимо него это все на стенке. Вы видите уникальные кадры. Впервые мы можем показать вещественные доказательства по делу взрывники. По личному указанию Юрия Андропова эксперты воссоздали внешний вид смертоносного устройства. Это была утятница синего цвета. Обратите внимание, эти металлические кушки подлинные, изъятые на месте трагедии. На Куйбышевском заводе Кинап наряду с выпуском основной продукции освоено производство эмалированной посуды. Она пользуется большим спросом покупателей. Утятница В 77-м году о такой утятнице мечтала любая хозяйка. Это сегодня обычная кухня напичканная электроникой. Микроволновки, аэрогрили, пароварки и прочее, прочее, прочее. А раньше что? Ложки, пложки, поварешки, ну максимум чугунок или чудо, в котором моя бабушка готовила пироги. А порой так хочется утку в яблоках. Собранная из осколков синей утятницы содержимое было приготовлено совсем по другому рецепту. Из заключения экспертизы в устройстве, подорванном в вагоне метро, находился заряд из смеси тротилы и аммиачной селитры весом около 1 кг. для уплотнения заряда в утятнице использована манная крупа. Начался поиск изготовителей смертельного устройства. В первую очередь проверяли лиц, имеющих отношение к взрывчатым веществам. Скорее всего, преступники раздобыли адскую смесь где-то на производстве. Время шло, но результаты повода для оптимизма не давали. И вдруг сигнал из Рязанской области. Обнаружили на дне не разорвавшуюся еще утятницу или гусятницу, тоже скрепленную этими болтами. на поиски преступников мобилизуют все резервы местных силовых ведомств, проверяют все населенные пункты вдоль реки. В селе Дудино в сарае находят несколько килограммов селитры. Хозяин Степан Селиванов на допросе сознается, это он начинил взрывчаткой утятницу. Как проходят сборы любителей рыбалки? Их нужно проводить обязательно ночью, чтобы никто не мешал. Итак, удочки, запасная снасть, естественно, наживка, бутерброды, термос и, конечно же, а если положить в рюкзак толовую шашку, то что получится? Правильно, браконьер. В советское время штат рыбоохраны был очень маленьким. На реке проще было встретить русалку, чем инспектора. Реальная опасность в другом. Браконьеры часто получали серьезные травмы в результате неумелого и неосторожного обращения со взрывчаткой. Но это не останавливало любителей выловить рыбку из пруда без труда. Селиванов уверял, он очинил утятницу селитрой в браконьерских целях. Ни о каком теракте и речи не шло. Приятели и родственники горе-рыбака подтвердили его версию. Окончательную точку в расследовании поставила экспертиза. Состав и устройство адской машины отличались от тех, что были использованы при взрывах в Москве. След оказался ложным. Огромное внимание оперативники уделяли предметам, имевшим прямое отношение к терактам. Удалось выяснить, утятница синего цвета, взорванная в московском метро, изготовлена на Харьковском заводе подъемно-транспортного оборудования. Выяснили города поставок. Определилась территория поиска. Украина за Кавказьем. В распоряжении чекистов было всего несколько клочков материи, обрывки сумки, в которой находилась бомба. Эти уникальные свидетельства хранятся в ФСБ до сих пор. Специалисты проверили все фабрики, выпускающие подобную продукцию. Никто ничего подобного не делал. Какая-то мистика. Сумка есть. А кто ее произвел и где, непонятно. сегодня полиэтиленовые пакеты дают, ну и скажем продают в любом магазине. В 70-х подобного и в помине не было. Дефицит. Сначала попробуй что-нибудь купить, а потом попробуй-ка донести. Поэтому предприимчивые граждане страны советов нередко носили сумки с собой. Особенно популярны в народе были сетки авоськи. Они легко помещались в карманах одежды. Особым шиком считалась авоська из нейлона. Вместительная и прочная. Редкие продукты могли выкинуть в продажу где угодно и в любой момент. На работе, в магазине, на рынке или даже под окнами дома. Так что сетка авоська, хозяйственная сумка и пакет в те времена это все. Время шло. Тома дела взрывники увеличивали. В этот момент приходит сообщение из Ташкента. Молодой милиционер на вокзале увидел у одной из женщин сумку как две капли воды похожую на ту самую. Стали смотреть. Там их гост изготовлено в Ереване. Столица Армении Ереван. Древний и вечно юный город. В нем сейчас живет и работает около миллиона человек. Однако на заводе где была выпущена сумка следствие поджидало неожиданность. Директор говорит да кожзаменитель получали да но никаких служмок не делали. По оперативным каналам было установлено часть кожзаменителя так называемые цеховики использовали для выпуска партии сумок. Всю продукцию распродали в столице Армении. В Ереван отправляется группа сотрудников КГБ из Москвы. Задействованы все оперативные службы. Вдруг в местном отделении КГБ раздается телефонный звонок из почтового отделения Еревана. Только что молодой человек отправил телеграмму странного содержания больше похожую на шифрограмму. Рай лежу в больнице план остается в силе вези железо переправим с греками убери Гэмбла он нам больше не нужен. Бдительность проявила сотрудница телеграфа. Она хорошо запомнила молодого паренька отправителя страны телеграммы. подозреваемого обнаружили за 4 квартала от телеграфа. Он шел в сторону центра города. Каково же было изумление оперативников когда выяснилось задержанный сын известного кинорежиссера Эдмонда Киасаяна Давид Киасаян. Смотрите далее. Его отец снял легендарный фильм а сын оказался под подозрением. Это оказалось просто не лепостью. КГБ уходит в подземелье. Неусыпное око комитета в московском метро. Протягивает руку и ставит сумку в вагон. Она не написана заминирована. Удастся ли спасти Курский вокзал от неминуемого взрыва? Внутри сверток обмотаны изолентой и часы с уходящими электрическими проводами. Тайна взрыва в столице СССР в документальном сериале Следствие вели с Леонидом Каневским. ЧП союзного масштаба. Смотрите продолжение сразу после рекламы на канале НТВ. Фильм НЕУЛОВИМОЕ МСТИТЕЛЬ Удивительно как в советское время разрешили эту картину снятую в лучших традициях голливудских лет. Отважная Нюна четверка стреляет берется кидает ножи и скачет на лошадях. Молодые ребята в Буденновках стали поистине народными героями. Фильм получил всеобщее признание и любовь. Но свидетельство тому два продолжения. Снова НЕУЛОВИМОЕ и Корона Российской Империи, которую также снял замечательный режиссер Эдмон Кеосаян. Известие о том, что сын знаменитого режиссера задержан по подозрению в причастности к терактам оказалось просто нелепостью. Молодого человека допрашивают. Он испуган, постоянно твердит это шутка, шутка. Дальнейшая проверка показала. Молодой человек решил разыграть друга, оставшегося в Москве и отправил ему веселую телеграмму. Надо сказать, что с тех пор всяческое желание шутить таким образом, шутить с государством, с органами и лихость проявлять таким образом меня отпала. Давид Кеосаян, кинорежиссер. В самом центре столицы находится одна из новых станций Пушкинская. Ее строительство было завершено досрочно. Голубым подземным экспрессом открыт путь между северо-западом и юго-востоком столицы. Время идет, чудовищное преступление по-прежнему не раскрыто. По Москве ползут слухи, люди сильно встревожены. В такой обстановке недалеко до паники. На станции метро Павелецкого двери пошли и паренек лет 25 протягивает руку и ставит сумку в вагон. Двери захлопываются. Она не написана, заменила. Бомба оказалась кирпичом в обувной коробке. Шутник студентом Московского института. Учебу ему пришлось прервать. Парня осудили за злостное хулиганство. Криминалисты продолжали изучать найденные на месте взрывов вещественные доказательства. Криминалистическая лаборатория. Место, где невероятное становится очевидным. Порой по маленькой незначительной детали здешние специалисты могут воссоздать целый предмет и даже картину преступления. В распоряжении следствия была вот такая минутная стрелка от часов, найденная на месте взрыва в метро. Эксперты применили все свои знания, чтобы определить часы, которые преступники использовали в качестве таймера. Илья, добрый день. Вот эту вот стрелочку. Можно исследовать? запросто. Материал. Химический состав. Покрытие. Характерный изгиб. Диаметр отверстия крепления. Так. Сомнений нет. Это будильник слава. Вот такой. О нем говорили, он и мертвого из могилы может поднять. После его работы долго звенело в ушах. Преступники переделали механизм. Вместо громкого звонка бесшумно замыкался электрический контакт. Будильник слава выпускался миллионами штук. Шансов найти по этой улике преступников не было. Приближалось время празднования 60-летия Октябрьской революции. Руководство страны опасалось. Преступники, уверовав свою неуязвимость, могут решиться на новый теракт. Было так называемое патрулирование по городу Москве, проверка документов. Аркадий Яровой в 77-м году старшей оперуполномоченной Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. В общем-то выходило в сутки 19 тысяч единиц. А в столицу уже пребывают делегации союзных республик и братских стран. 30 октября 77-го года. Курский вокзал. Зал ожидания. Здесь можно провести время до отправки поезда. Выспаться, перекусить, почитать, даже перекинуться в карты. Здесь можно просто жить. Лучше недолго. Иначе может возникнуть синдром привыканиям. В этот день милицейский патруль проводит проверку документов и досмотр багажа. Уже отработано ползала. Внезапно с дальних скамеек скакивают два молодых человека и торопливо выходят. В тот момент на них никто не обратил особого внимания. Но мало ли, зазевались молодые люди, чуть не упустили отправление поезда. Бывает. Милиционеры подходят к месту, где недавно сидели эти люди. На полу под скамьей стоит сумка. Патрульный открывает ее. Увиденное приводит его в ступор. Внутри сверток, обмотанный изолентой и часы с уходящими от них электрическими проводами. Бомба может взорваться в любой момент. Что делать? Сотрудникам милиции приходит в голову нестандартная идея. По радиотрансляции звучит. Пассажиры в зале ожидания просят освободить правую часть помещения в связи с привлением в Москву делегацией Сталбополя. Сотрудники МВД переводят людей в дальний конец зала. Но сколько осталось времени до взрыва? Заряд какой силы заложен? На эти вопросы нужно было отвечать немедленно без права на ошибку. Смотрите далее спецоперация на Курском вокзале и развязка драматической истории. Но оперативникам нужен был только один подозреваемый. Зачем они взрывали метро и улицы Москвы. Я отказываюсь вашего судилища никаких защитников не нуждаюсь. Кто они? Бомбисты 70-х. Уникальная кинохроника из закрытых архивов. Мы будем жить. Тем более для вас путин уже есть и ухо. ЧП союзного масштаба в документальном сериале «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Смотрите продолжение сразу после рекламы на канале НТВ. Батарейки. Сейчас их можно купить в любом супермаркете. Огромное разнообразие пальчиковых, мизинчиковых, цилиндрических, даже в виде таблет. То есть то, что в часах. Размеры измеряются в миллиметрах, а срок службы годы. Раньше было совсем иначе. Не без труда можно было достать крону или корунт. Дорогую и редкую. Были еще большие и круглые с воинственным названием Марс. Но самые популярные и доступные были, конечно же, квадраты. что в них легко можно было проверить заряд. Делалось это так. Две пластинки контакта соединялись и пробовались языком. Заряд есть? Батарейка адской машины, оставленная на Курском вокзале, разрядилась, к счастью, за несколько минут до намеченного взрыва. Тем временем было получено точное описание молодых людей, оставивших багаж. Оба темноволосые, оба говорят по-русски с характерным южным акцентом. В сумке наряду со взрывными устройствами была обнаружена куртка спортивная, перчатки, шапка ушанка. Анатолий сумки куртка была частью спортивного костюма и продавалась в то время только в комплекте со спортивными брюками. Олимпийка. Незаменимая вещь для мужской половины молодого поколения семидесятых. У нее масса достоинств. Высокий воротник, молния, хороший трикотаж. Обычно использовали как универсальную верхнюю одежду. Похолодало? Застегнул. Потеплело? Растегнул. В Олимпийке не стыдно было появиться на танцах или в кино. А уж в поездах дальнего следования мужчины в спортивных костюмах встречались в каждом вагоне. Но оперативникам нужен был только один подозреваемый в спортивных брюках и без Олимпийки. Милиционеры идут по поезду проверяя каждое купе. Вагон за вагоном. На верхней полке молодой парень спит лицом к стене. Его будет. Он неохотно поворачивается. Похож. Неужели он? А как же спортивные брюки? Оперативник решается на хитрость. Под предлогом того, что какие красивые у него носки приподнял брючину и обнаружил у него спортивные брюки. Соседи по купе сообщают парень едет не один. Ему постоянно приходит приятель из другого вагона. Попутчика обнаружили легко. Личности задержанных установили по документам. Это окоп Степанян и Завен Багдасарян. Обыск на квартирах подозреваемых. Найдены компоненты взрывных устройств. Следствию понятно. Это исполнители. Но кто идейный вдохновитель? Во время проведения обыска в квартирах Степаняна и Багдасаряна ставят скрытую прослушку. Удалось выяснить причастность к событиям третьего лица некоего Затикяна. Затикян показал себя озлобленным идейно подготовленным антисоветчиком. Из материалов уголовного дела Степан Затикян в 66 году будучи студентом Гереманского Притехнического Института основал нелегальную национальную объединенную партию Армении. Группа имела собственную типографию и выпускала газету «Маяк». Столица советской Армении Ереван встречает дорогих гостей из братских союзных республик. Праздник армянского народа полуторалековой юбилей вхождения Армении в состав России это светлый и радостный праздник всех народов нашей великой Родины. В 68 Затикян арестовали и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он был обижен на советскую власть и весь белый свет жаждал мести. Вы не подвластен меня сузить, поскольку жидороссийская империя не есть правовое государство. Это надо твердо помнить. Это уникальные кадры. Запись очной ставки между Степаняном и Затикянам. Если нужно будет, я буду взрывать. Если это не зависит, то отказывается разговаривать со следствием, то пытается подавать знаки Степаняну. Затем бегутся, стрелять, стрелять. Но я говорю, мы будем жить. Тем более для вас будет хуже, если мы умрем. По приказу Андропова был снят документальный фильм о судебном процессе над террористами. Эти кадры не требуют комментариев. Своё последнее слово Затикян закончил призыв на армянском языке. Передай другим, что нам остаётся месть. Месть и ещё раз месть. Верховный суд СССР признаёт всех троих виновными и приговаривает их к смертной казни. Приговор приводят в исполнение через пять дней. Сегодня на каждой станции московского метро установлены камеры наблюдения. Запись ведётся круглосуточно. Правонарушитель не сможет скрыть своего лица. В легко доступных местах оборудованы тревожные кнопки. Сигнал ОЧП мгновенно поступает с правоохранительными органами. Оружие в подземке носят только находящиеся на дежурстве сотрудники МВД. Но и это неутомимая охрана. ! Оaf! Оaf! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охранительные Субтитры создавал DimaTorzok